Ловят нарушителей сотрудники лесхоза и МВД, а вот рассматривают акты и выносят решения в агентстве лесного хозяйства и МЧС. Правда, с работой в этой цепочке кто-то явно не справляется. 611 протоколов на сегодняшний день составлено. Вынесено решение по визеру вообще. У нас наложена сумма штрафа на 494,5 тысяч рублей. Взыскано, Николай Михайлович, сегодня 19 тысяч. Никто не отслеживает, никому не интересно. Если мы сейчас первые сутки лиц не прилепим к административной ответственности, мы и будем так гореть. Уважаемые коллеги, я прошу к моим словам, отнеслись очень серьезно. Ежедневно эта работа будет отслеживаться, но кто не спрятался, я не виноват. В этот раз спрятаться не удалось главному леснику Николаю Кривошееву уже от председателя КЧС. Он назвал одно из решений сотрудников агентства по актам поджога по-небратским. И вот эти 7 человек, те люди, которые дали, что ущерба нет, что-то с вами. Но мы сейчас ущерба считаем, и те люди, которые дали справки, что ущерба нет, значит, мы на них все весит ущерб, отнесем на них. Ну как нет ущерба, все горит, 0,5 гектара сгорело, ущерба нет. На сегодняшний день есть метода расчета ущерба, считают его наши специалисты. То есть, когда горит трава, там, естественно, ущерба нет. То есть, это все-таки горела трава, да? Да, это, скорее всего, под пологом леса сгоревшая трава и все. А эти обвинения, почему они все-таки вам определяют? Ну, понятно, чтобы возбудить уголовный день, дело необходимо ущерба на сегодняшний день. Специалисты выявят, повторно посмотрят. Досталось и главам районов. Из семи горящих разнос устроили трем – Баргузинскому, Курумканскому и Хоринскому. В последнем не смогли удержать уже локализованный пожар. Не обработали, как положено, кромку, резюмировал Николай Зубарев. И то ли дождливая погода, то ли угрозы и вправду действуют. На сегодня все, что обещали, в районах выполнили. Горит чуть больше 10 тысяч гектаров. Спасают леса Бурятий около тысячи человек. Алифтин Дармаева, Сергей Костенко. Новости дня.